Число 666 в христианстве известно как число некоего зверя. В Китае и других азиатских странах, в отличие от европейских, 6 является счастливым числом. Именно по этой причине 6.06.2006 года в Сингапуре было заключено в три раза больше браков, чем обычно. Раз негативные отношения есть только в среди христианской религии, значит причину следует искать именно там. Когда натыкаешься на церковную литературу или словари начала XIX века, то вдруг все становится на свои места, и миф о звере рассыпается на глазах. Открываем церковный словарь или истолкование словенских также маловразумительно древних и иноязычных речений, положенных без перевода в Священном Писании, содержащихся в других церковных и духовных книгах. Часть 1. Автор Алексеев Петр, 1817 год. Что же мы там читаем? А читаем мы вот что. Амнос Адикас. От греческого толкуется Агнец Неправедный. Имя сие приписывают Антихристу, яка содержащая 666 по числу церковным. То есть русскими числами расшифровали в кавычках одно из имен Антихриста и получили сие незамысловатое число 666. Но почему не стали так расписывать само слово Антихрист или перевод Агнец Неправедный? Думаю, необходимо было просто получить именно это число, чтобы окрасить его в негативный цвет. И ведь не случайно слово «шесть» так созвучно слову «счастье». И так оно и писалось через «ща» – «счастье». Субтитры создавал DimaTorzok